Виктор Петрович Астафьев Белеющая на стволе, она была видна издалека. И по тайге люди ходили от Затиси до Затиси. А там, глядишь, возникала зимовья, заимка и так до села. Астафьев Затиси, мы стал называть свои маленькие рассказы, мысли, наблюдения. Что же ты, девочка, из далекого детского сна более не приходишь ко мне и не зовешь меня? Ты была в синеньком ситцовом платье. История короткого знакомства и скорой женитьбы Виктора Астафьева и Марии Карякиной вышла следующая. В 45-м году в селе Станиславчик под Винницей комиссованный с фронта после ранения молодой солдатик Витя службу нес тем, что сортировал письма. Их тогда много было. Писали все с фронта на фронт, просто родным и знакомым. Старший сержант Маня Карякина служила тогда прямо по соседству. Как-то услышал Витя, как Маня с подружками о книжках разговаривает. Заинтересовался. Так и познакомились. Вида он был не самого бравого. Но на солдатской гимнастерке орден все-таки и медаль. Боевые. А дело это, книжки почитать, его уже тогда очень даже привлекало. Стали встречаться, разговаривать. Дошло до того, был грех, что раз в другое аж поцеловались. Вскоре появилась у Марии возможность с Аказией съездить в Ленинград. А ей ой, как этого хотелось. Так вот Виктор ее в последнюю минуту, можно сказать, с подножки грузовика снял. А вернее не снимал, сама с грузовика спрыгнула, когда вдруг услышала от него «Маш, а меня завтра домобилизуют». Означало это, что больше им, вероятно, свидеться не придется. Мария из кузова спрыгнула, а на следующий день отправились они в ЗАГС. Фамилии себе оставили разные. Почему разные? А просто Витя в момент регистрации так рассудил. А зачем она оставчивой будет? У нее своя фамилия есть. По случаю замужества, через несколько дней демобилизовали и Марию. Теперь можно было домой подаваться, совместную жизнь налаживать. Виктору толком ехать было некуда. Он детдомовский. И поехали они через Москву, подмосковное Ходьково, где у Марии любимая тетка Тася жила, к родителям новоиспеченной супруги, уральский город Чусовой. На Москве новобрачные первую часть пути проделали в вагонном туалете с продавленным полом и набитым еще и попутчиками. Далее, прямо на паровозе, зарывшись в уголь, чтобы не ссадили. Визит к любимой тете Тася в Ходьково Мария и Виктор запомнили навсегда и любили его вспоминать. И самое главное, я услышал вот это из уст Виктора Петровича, подтвержденное этой тете Тася, как состоялось их знакомство. Наконец-то они туда приехали, значит, расположились, выспались. Тетя Тася, значит, сидит, разговаривает с Марьей Семеновной, ну, с Милей, как они ее называли, такое домашнее имя было. И, значит, про то, про все, как жизнь. Ну, она говорит, ну, а как ты с этим-то? С этим-то как? Она, ну, Марьей Семеновной, да все отлично. Вот мы там, супруги. Она говорит, да я вижу, что все отлично. Ну, ты мне, Милей, скажи, ты самого захудаленького солдатишку-то нашла на фронте. И Виктор Петрович это рассказывал не так, как я. Он это рассказывал с блеском артиста настоящего. И он просто восторгался. Ну, потому что, понятно, ехали два солдата, которые даже не знали, как выглядят писатели, и сами писателями не являлись. Это просто два одиноких сердца, которые нашли себя в этот трудный час, друг для друга. И вот заехали к родной тетке Марьи Семеновне, и вот такая оценка этому всемирно известному писателю. Самый захудалый мужичонка. Вот. И он, конечно, его эта аттестация просто всегда восторгала. Здравствуй, товарищ Ленин. Обратился Виктор к вокзальному памятнику, когда они добрались до Чусового. Больше у него знакомых в этом городе не было. Около отчего дома присели. Виктор нервничал. Как примут. Матери с отцом Марьи о своем замужестве сообщить не успела. Потом Марья вспомнила, где обычно у них за дверным наличником ключ хранится. Ключ по-прежнему был там. Вставили его в замок. Стали по очереди вертеть. Не открывается. Тут уж услышали голос отца. Кто стукается-то? Кого надо? Пап, да это же я. Мария. Мы с Витей с войны приехали. Мария. Да что ж ты, отпереть-то дверь-то не можешь, чоли. Вертите ключ теперь не к Курковым, а к Камелиным. В ихну сторону-то к Камелиным. Осенью замок спортили. Пришлось исправлять. Да вот наоборот-то и вставили. Представляя Виктора, Мария говорила. Вот мой муж. Вырос в Сибири, в детдоме. А потом на войну. Сколько раз ранен. Мам, пап, вы уж жалите его почаще, чем нас родных. Вскоре приехала домой старшая сестра Мария Калерия. В положение и тоже с мужем Петровым. А муж этот, не в пример рядовому Астафьеву, майором был. Уже в этом был скрыт повод для конфликта с самолетом. И конфликт не заставил себя ждать. Вышел как-то между ними страшный скандал. В итоге Виктор, фигурно покрыв своего нового с родственником Атом, а он это умел делать замечательно, тщательно, в тот же день собрался и уехал на родину в Сибирь. И он малодушно кинулся на вокзал. Он был все-таки из железнодорожных, так сказать, ну не войска, но имел железнодорожную специальность. Естественно, он там имел знакомых, потому что некоторое время он был даже дежурным по станции, и взял билет, но до билета еще было несколько часов. И вот Марья разыскивает его на этом вокзале и говорит, а ты знаешь, Вить, я тебя не удерживаю. Ты хочешь поехать в Сибирь к себе на родину? Конечно, на родину тебя нет. Ну съезди, посмотри, как уж там у нас получится, ты сам решай. Ну вот мне сегодня дали премию. И я думаю, что мы с тобой, пока я тебе есть 4 часа, можем пойти в ресторан. И таким образом она, давая ему право, поискать что-то в жизни, напомнила ему, что они в одной семье, что они муж и жена, и она не хочет, чтобы он просто куда-то бежал. Она пришла на вокзал, чтобы проводить его достойно. Вполне возможно, что она даже придумала, что у нее премия. Писем Виктор жене не писал. И Марья была готова к тому, что он к ней не вернется. Но, вопреки всему, готовилась к его возвращению. Главное, избавилась от жильцов, занимавших принадлежавшее ее семейству флигель-избушку. Побелила в ней стены, обиходила свое первое отдельное жилье, родителям соврав, что Витя написал, что скоро приедет. Опять пришла зима. Холодно. Эта строка приснилась мне теплой летней ночью. Затиси. Виктор Астафьев. В марте 46-го Виктор вернулся в часовой. Встреча была какая-то нерадостная. Но вечером он признался, что когда полез в шкаф и увидел свои носки выглаженные и платок носовой аккуратно сложенный и тоже тщательно проглаженный, то невольно сами собой полились у него слезы. Через несколько дней после приезда Виктора умерла сестра Мария Калерия. Ее муж-майор вскоре исчез на совсем. Из заботы о полугодовалом племяннике легли на плечи родителей Марии и саму Марио, но и на Виктора тоже. Мирная жизнь худо-бедно налаживалась. Ко дню своего рождения Виктор стал обладателем не нового, с брахолки, но бастонного костюма. А Мария сшила себе платье с шифона, подаренного ей теткой. Тогда же впервые вместе и сфотографировались. Перед днем своего рождения Виктор подарил жене собственноручно исполненный рисунок, летящую птицу, то ли чайку, то ли лебедя, на фоне облаков с подписью «Машенька моя». А наобороте, кроме слов любви, написала еще и стихотворение. Потом родилась у них дочка Лидочка, но прожив всего полгодика, померла. Шла осень 47-го года. Когда Виктор нес тельце дочки из больницы, оно было еще тепло. Марья сквозь слезы сшила дочке платьица. В нем ее и похоронили. Двадцати дней не прошло, как случилось новое горе. Недавно только Виктор искренне поделился тому, что брат с женой Вася много и вдумчиво читает. Уже и подружится, поэтому готов был с ним. Оказалось, не суждено. Повесился Вася. Мать, когда увидела его на сеновале, говорит, «Сынок, ты чего же здесь состоишь? Мы с ног сбились. Тебя ищем». Двинулась к нему, да и увидела, что не стоит он, а висит. Закричала бедная. Немного прошло времени, а Виктор вновь свой нрав проявил. Опять нелегкая выезд дома унесла. Аж на полгода. В дверях записку оставил. Там видно будет. Жди вестей. Мамаша, папаша ни при чем. Только жалко. Жалко Лидочку и Васю. Не поминай лихо. Целую Виктора. А причиной тому стали два письма, спрятанные Марье в детской кроватке. Одно послевоенное от однополчанина Виктора, другой военной поры от врача из госпиталя, где Марья служила. В этот раз письма от Виктора из Красноярска стали приходить уже через пару недель. То гневные. Давно нам пора было разойтись. То писал, что скучает. То вновь хвалил себя, что разом все оборвал. Марья тогда уже ребенка ждала. Клопот много. Да и родителям с племянником Толиком помогать надо. Отец как-то заговорил с Марьей о Вите. Пишет чего или нет. Помолчал. И опять спросил, опустив глаза. Как думаешь-то, приедет? Нет? Дело молодое. Может, уж и женился. Может, с работы не отпущает. Не переживай ошибку-то, Марся. Как уж будет. В беде не оставил. Виктор писал, что подумывает домой в часовой подаваться. Да договор сдерживает. Раньше времени зарплату не отдадут. А в конце писал, что любят и целуют. В половине марта пришло от Вите письмо поздравления. На конверте цветочек нарисован. В конверте дубовый лист и еще 10 рублей. Написал. Знаю, мол, на цветы не потратишь. Так купи себе чего-нибудь к чаю. А Мария, меж тем, на мамином огороде, где им с Вите три грядки, выделила, посадила морковь, лук, чеснок, горох, репу. А когда почувствовала, что совсем скоро рожать, решила полы вымыть. Все остальное уже готово было. И белье, и халат. Тут вскоре и схватки начались. Оделась и к маме. Мама шаль схватила на случай, если по дороге рожать придется. И дальше вдвоем в больницу побежали. Когда Марию чуть отпустят, она бегом вперед. Мама отстанет. Когда вновь прихватят, Мария присядет, а мама той порой ее догонит. Все тогда обошлось. Дочку в больнице родила. Это было в 1948. Пришло время, и домой вернулся Виктор. Вечером следующего дня Мария, придя с работы, увидела мужа с дочкой. Поцеловала его. Я так рада, как дура. А ты и есть дура. Тебе бы бить меня надо. Гнать в три шеи. В глаза бесстыжие плевать. А ты рада. Рада. Вечером вернулись к разговору. Маша, ты действительно меня ждала. Ты действительно верила, что я приеду. Я, когда ехал, твердо решил, что если упрекать начнешь, уеду. Или, презирая, прощаешь, снисходительность проявляешь. Витенька, раз ты вернулся ко мне, значит, мы нужны друг другу. И люблю я тебя еще больше. Он тогда с дрожавшим голосом сказал. Спасибо тебе, многотерпеливая моя жена. Опустился на колени, положил голову на фартук и все повторял. Спасибо. Я этого не забуду. Скоро Витя пошел работать слесарем в артель «Металлист». Потом поступил в школу рабочей молодежи. В классе был старшим по возрасту. А в марте 50-го родился у Виктора и Марии сын Андрей. Виктор тогда, чтобы семью с голоду не уморить, пошел работать на колбасный завод вахтером. Там чего-то то сам поест, то домой принесет обрезанных жил или костей, а то и колбаски. Это тогда так семейство Астафьевых поддержало, что у детишек даже мордашки округлились. И вот однажды Виктор Петрович, Витя Астафьев, молодой человек, пришел на этот колбасный цех, проверил, что все в порядке. Но вместо того, чтобы лечь спать, он взял конторскую книгу и написал в ней нечто, которое называется теперь «Рассказ Сибиряк». И утром он с этой книгой пришел домой. И уже рядом с Марьей лежал не просто супруг, а молодой писатель. Она еще этого не знала, и он сам этого не знал. Самое удивительное в этой истории еще и то, что когда он принес, он с этим рассказом пришел на кружок в газету «Чусовской рабочей», которую он потом назвал «Очусовелы рабочей». И там этот рассказ сами участники кружка раздолбали, но редактор сказал, мы его напечатаем. И стали печатать. И этот рассказ замечают в самом городе Перми, административном центре Пермского края, Пермской области. И ему оттуда звонят. «Пришлите вашу вещь в газету «Звезда». И он в первый раз приезжает в Перми, его даже туда приглашают. И в Перми он вдруг узнает, что, оказывается, за такие произведения деньги платят. И ему дают заключить первый творческий договор. Вы представляете? Человек только написал рассказ, который не допечатали, ему дали договор и деньги на то, чтобы он написал книгу рассказов. И уже, конечно, к Марии Семеновне в «Чусовой» возвращается человек при денежке и молодой писатель. И как-то мне Мария Семеновна говорит. И вот ты представляешь, я-то выходила замуж за одного человека, а судьба мне подсунула другого человека. И что она говорит? И эта гениальная женщина, что она говорит? И я поняла, раз он стал писателем, значит, я должна научиться печатать и всячески облегчать его жизнь, как молодого писателя. Она стала, с этого момента она стала его литературным секретарем. В начале 50-х приехал погостить «Чусовой» отец Виктора Пётра Павловича. Удейстник и куролейстник, по выражению Мария. При нём Виктор после смерти мамы и сиротой, и беспризорником стал. Пётр Павлович и вопиоха был, и при суд. И что бы ни случилось, никакие огорчения и переживания в себя не принимал. Такая вот лёгкая натура. Сидят все как-то за столом. Пельмени едят, выпивают. Говорит в основном Пётр Павлович. Про Марияцкую свою жизнь рассказывает. И вдруг переключившись с темы, он Виктору. А ты постарел. Виктор, как взорвётся. Какую ты нам жизнь устроил. Помнишь? После окончания двухгодичных высших литературных курсов в Москве, Астафьев заявил пермскому писательскому начальству, что в «Чусовой» не вернётся. Ему даже электричка от «Пирми» до «Чусового» и обратно, за время, пока он сотрудничал с областным радио, обрыдла. Не говоря уж о самом «Чусовом», где даже снег белым не бывает. А люди, кошки и козы, все отугляд чумазые. И творческой среды никакой. Начальство тогда заботилось. И дали им квартиру в «Пирми». Потом ещё избушку прикупили за городом. И стали проводить в ней не только лето, а даже и зимой бывали. Хорошо там Виктору Петровичу работалось. После завтрака садился писать. А Мария Семёновна, сделав дела по дому, начинала на кухне печатать написанное мужем. Почерк у него, надо заметить, очень уж не каллиграфический был. Мария Семёновна до сих пор считает, что в «Быковке» под «Пирми» прошли их лучшие с Виктором Петровичем годы. Заядлый рыбак Виктор Петрович как-то с утра ушёл порыбачить. Мария, управившаясь делами, села попечатать мужниные рассказы. Но затем сварила обед. И опять за машинку села и сама написала свой первый рассказ. Закончив работу, припрятала страницы с рассказом до лучших времён. И уже в «Пирми», когда Виктор Петрович хворый был, и деваться ему было некуда, прочитала ему этот рассказ. Астафьев заинтересовался. А кто написал? Неплохо. Ты, что ли? Прошло немного дней. Кладёт Виктор Петрович на стол областную газету. На, любуйся. Добру ли? Нет? А вот напечатали. После других рассказов Мария Семёновна сподобилась уже и на повесть. Так и пошло. Потом её в Союз писателей приняли. Расстались они и с Быковкой и с Перми, потому как Астафьев решил перебираться в Вологду, не сказав об этом ни слова жене. Как-то вечером отец с дочерью Союзом пошли на мать. Сын тогда в армии служил. Дочка выступала, как на собрании. Будь умной, если ты на это способна, и соглашайся на переезд. Мария Семёновна размышляла так. Ведь если бы по-хорошему, то отчего не переехать? Знакомых в Вологде много. Ближе и к Москве, и к Ленинграду. Плохо одно. Влажность не для ветерных лёгких. А дела в доме у Марии? Что в Перми, что в Вологде? Машинка печатная, машинка швейная, машинка стиральная. Та же кухня да уборка. В Вологду они приехали в феврале 1969 года. Всех встречавших на вокзале Мария Семёновна знала, кроме Николая Рубцова. Мария Семёновна, он сказал, «Вы обратили внимание? Встречать вас пришла вся Вологодская писательская организация. Ну, вот и я пришёл тоже, чтобы в полном составе». Ей эти слова не понравились. Не знала ещё, что Рубцов английским человеком станет, и что она частенько будет сиживать с ним на кухне, когда он, по его же выражению, будет заходить к ним, попроведывать. Там, в Вологде, Остафьев узнал, что с Солженицыной исключились союзы писателей. Узнав, сказал, «Жалею, что меня на войне не убили». Это был чёрный день в их вологодской жизни. Мария Семёновна в своих воспоминаниях пишет, «А Витя мой опять загулял. И болит у меня сердце от тревоги. Пьяный он опять становится каким-то озлобленным, и всё у него на грани. А страшно-то как? А мне в поздравительной открытке пишут, «Маша, береги Витю, он комета в человеческом море». Никогда не ходил на танцплощадку инвалид-солдат. Он лишь только занималась музыкой, начинал плакать. И никакие таблетки и уколы не помогали ему. Он надолго лишался сна. Ходил серый, погасший, как бы даже и перед собой виноватый. Его пытались расспросить, и он пытался объяснить, что с ним. Но ничего внятного и уразумительного сказать не мог. А только мял рубаху на сердце. Тоска. Тоска тут. Тоска. Затиси. Виктор Астафьев. А потом Мария Семёновна на своей пишущей машинке нашла лист. Со словами, написанными Виктором Петровичем. Я как-то утром или ночью, может быть, осенью, весной не хочется, остановлюсь в пути и поверну обратно. Туда, откуда я пришёл, куда пойду уж безвозвратно, простившись с вами, люди навсегда. Но не с природой, всех нас породившей. И пусть меня поднимут на увал, не тот увал, что ждёт меня давно за милой, за милой моей деревней, за бабушкиным огородом. Пусть по распадку, где ходил я с ней по землянику, поднимут меня те, кого любил я и кому я дорог. И пусть не плачут обо мне, пусть словом или песней упомянут. И я её услышу. Ведь говорят, что после смерти люди ещё два дня слышат, но уж ответить не могут. Услышу из земли, сам став землёю перед тем, как стать землёю. У Виктора Петровича был очень острый характер. Очень много он несправедливого делал по отношению к Марии Семёновне. Она всегда это терпела. Я помню, очень смешно, она же невысокого роста, и она вот как-то мне говорит, ну вот смотри, вот взяли сейчас большой портрет, видите, напечатали. Наверное, он опять сейчас нос задерёт. Я говорю, да Марь, что вы решили? Да, ты знаешь, как он иногда со мной себя ведёт? Я говорю, ну как, ну что ты? Да знаешь, он себя ведёт, как барин. А потом она так встаёт и говорит, ну слушай, он барин и есть. Ну правда, ведь всё, что создано было в этой семье, создано гением Виктора Астафьева. Потому что он вот пишет, 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 я смотрю, морщины у него на лбу, а вы заметили, они вот у него вот так, не так, а вот так. И вот он, это значит предел, это вот какая-то кульминация. И я просто и думаю, господи, до чего же он умный? У Марии Семёновны была трудная жизнь, безусловно. Ну и роскошная. Она была знакома с Вравинским благодаря этому, она была знакома со Светлановым, она посещала лучшие спектакли, они очень любили ходить в театр вместе, очень много ходили. Очень много всяких было встреч с писателями, самыми удивительными. Она поездила много по миру. Как-то Виктор Петрович между разговором с Василием Беловым пояснил жене, что надо прежде печатать, а что потом. Белов, услышав это, грустно заметил, что ему пришлось перед женой на коленях стоять, чтобы она согласилась хоть что-нибудь ему перепечатать. А ты, Вася, даже не представляешь, откликнулся Астафьев, когда в часовом узнали, что ее писатель со всей улицы, может, откуда и дальше, потянулись ко мне с просьбами, кто заявление составить, кто жалобу, а кто родным письмо написать. Спасибо Марье, все это может делать куда лучше секретаря АТО и многих начальников. После трагической гибели поэта Николая Рубцова многие вологодские писатели поняли, как он их объединял, как он делал их самоощущение значительнее жадным фактом своего существования. В течение некоторого времени несколько близких Виктору Петровичу Астафьеву, собратьев по Перу, покинули Вологду, разъехавшись кто куда. Жил на юге у старого друга и слушал радио. Наверное, турецкое, а может и арабское. Был тих голос женщины, говорившей за морем. Тихая грузь доносилась до меня и была мне понятна, хотя и не знал я слов чужого языка. Потом тоже тихая, словно бы бесконечная звучала музыка. Жаловалась, ныла всю ночь, незаметно вступал певец. И тоже вел, и вел жалобу на одной ноте. Делался неразделим с темнотой неба, с твердью земли, с накатом морских волн и шумом листвой за окном. Все-все сливалось вместе. Чья-то боль становилась моей болью, и чья-то печаль моей печалью. В такие минуты совсем явственно являлось сознание, что мы люди и в самом деле едины в этом поднебесном мире. Затиси. Виктор Астафьев. Прошло несколько лет, и вдруг на одном из собраний вологодских писателей Виктор Петрович заявил «Прошу меня ни в какие списки не включать. Я днями уезжаю в Сибирь. Совсем уезжаю». И сел. Посидел, встал и вышел из зала. Марья Семеновна, ничего не подозревавшая, потом призналась. Я радовалась единственно тому, что никто в душу мою взглянуть не может. А мысль уйти из жизни, конечно, у меня была. Если мысль материальна, то это безбожное желание ее получило свое подтверждение в том, что она попала тут же в больницу, а затем и на операционный стол. Виктор Петрович ничего об этом толком не знал. Он как сказал, так и сделал. Уехал жить в Сибирь. Три года на руках у Марьи Семеновны вдобавок оставался еще и тяжело больной Петр Павлович, отец Виктора. Движущей силой их семьи, как настоящей семьи, и их творчество, была вот эта любовь. Причем, любовь взаимная. Она проявлялась в те трудные годы, когда они только начинали строительство своей семьи, через неуживчивый и трудный характер Виктора Петровича. Он, кстати, мне говорил, ты многие вещи дели надвое, то, что я тебе говорю. Ты всегда помнишь, что я все-таки контуженный. И вот, говорит, то, что хорошее, то ты воспринимай хорошо. А если я там что-то, а кому-то или тебя там куда-нибудь пошлю, когда, слава богу, этого не было. Но ты это понимаешь, что я человек контуженный. Виктор Петрович, когда узнал, что у отца дела совсем плохи, все-таки прилетел в Вологду. Встреча мужа и жены закончилась откровенным разговором. Виктор Петрович говорил о своих чувствах Марии Семеновне. Говорил, что не хочет ее терять. И даже сказал, что в чем-то она не меньше талантлива. Что всю жизнь верой и правдой служит его делу. Он это знает и ценит. И что не будь Марии Семеновны, он давно утратил бы присутствие духа и все, чем силен, жив и горд. В день своего приезда в Красноярск Мария Семеновна сказала мужу. Витя, ты писал и когда звонил, говорил, что ждешь меня. А что сегодня скажешь? Он заговорил мне сразу. Я действительно ждал тебя. Очень ждал. Я тебя обидел, хотя и не хотел этого. Не знал, не знаю, только повидаться приехал или останешься. Мне очень трудно. Тут друзей по выпивке много. Скучать не давали. А вот я ведь даже работать еще по-настоящему не принимался. Прости, если можешь. Я пойду. Мне надо побыть одному. И ушел. Мария Семеновна принялась за дело. Стала коробки привезенные разбирать. Когда Виктор Петрович вернулся, то подсел к жене и сказал, мы завтра, пожалуй, в Овсянку съездим. Овсянка на берегу Енисея. Благодаря Остафьеву знаменитым теперь местом стало. Он ее очень любил. Там у него домик был. Там он подолгу жил и работал. На Марии дом, внуки, а Виктор Петрович на летние квартиры. В Овсянку. На старости лет меня потянуло в одиночество. Я очень полюбил одиночество. Люблю в деревне жить один. А сейчас дома больная жена, дети. Она не может поехать со мной. Я живу целыми месяцами один. И все думают, что я тоскую, о чем. Да нет. Я с содроганием услышу, когда в ворота звонят, что не очень хорошо. Я назвал это отравляющая сладость одиночества. Так оно и есть, в общем-то. Так можно и эгоистом стать. Сибирская жизнь Остафьева потихоньку уравновесилась. Хотя, конечно, много чего было. Подчас, когда Мария Семеновна совсем плохо становилась, хоть ложись и помирай, она непременно отца своего вспоминала. И голос его слышала. Иной раз, дочка, подумаю я, так хоть не живи. А раздумаюсь бывало, так хоть заживись. А потом жизнь их нежданно вновь круто повернулась. Умерла дочерина. За телом дочери и за внуками в Вологду поехал Виктор Петрович. После кладбища он горько-горько заплакал. Никогда не думал о своем возрасте. Никогда. Нам же много лет, а внуки наши так мало еще. Но деваться некуда. И стали они внуком. За место родителей. Ира, дочь Астафьева, став взрослой, как-то не смогла определиться в жизни. Технику не закончила, институт не закончила. Заимела двух ребятишек. Оставив мужа, воспитывала их одна. Везде и всюду все сама. А жизненный резерв, понятно, не бесконечен. В общем, много чего в их сибирской жизни случалось. Виктор Петрович как-то Горбачеву телеграмму не выдержав отправил. Вы, как всегда, медлите и опаздываете с принятием решительных мер. Народ вооружается. И когда кончится его долготерпение, он повернет оружие против вас и вашего бездействия. И вашего бездействияного правительства. Ну и так далее. Потом что еще было? Потом Виктор Петрович героем социалистического труда стал. Марья Семеновна тогда опять слова любимой тети Таси из Ходькова вспомнила. Ты вот мне, миля, скажи. Ты самого захудальненького нашла солдатишку на фронте. Больно смешно получилось. То солдатишкой пришло время. Генералом оказался. Потом они вместе с Виктором Петровичем полное собрание его сочинений готовили. Четырнадцать томов. Виктор Петрович тогда сказал. Господи, сколько же я бумаги извел. Марья Семеновна тут же отца Виктора Петровича вспомнила. Он, бывало, сзади Марьи стоит, она, зная, печатает. Почерк мужнин с трудом разбирает. Дед может, что спросить, собрался или сказать. Но все стоит, ждет, ждет. Она уже через лупу буквы рассматривает. Вдруг не выдержит и скажет. Маня, брось, сам написал, пускай сам и печатает. С ума можно сойти. Мне вот врачи сказали, не нервничать. А я и не нервничаю. Был как-то у Марьи Семеновны первый в жизни творческий вечер. Виктор Петрович дома остался, чтобы одеяло на себя не тянуть. Волновался, как там будет. В одной записке вопрос такой был. Писал ли вас Виктор Петрович в каком-либо из своих произведений? Ответила. Ну, разве что, когда ему писать станет вовсе нечем, то, наверное, тогда. А Виктор Петрович до самой своей смерти в 2001 году за 56 лет их с Марьей Семеновной совместной жизни всех тем в творчестве так и не исчерпал. Вскоре после золотой свадьбы пришлось Виктору Петровичу интервью давать. Он сказал, «В моей жизни было всего семь свиданий. После седьмого женился на Марье. Вот тебе и подруга, и друг, и все. Заполошная она у меня. Дурная. Но все-таки другой нет. Более полувека надыбаемся вместе. И в горе, и в радости. И счастливы этим». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok